Итак, друзья, я приветствую вас на нашем канале. У нас сегодня интересный человек, Варфоломеев Дмитрий. Он своеобразный человек. Своеобразный в каком отношении? И бизнес, и здоровье, и социальное благополучие его больше всего волнует. И поэтому, я думаю, что есть у нас о чем поговорить. Потому что, кроме всего прочего, у него бизнес такой специфический, который именно дает здоровье. Оздоровитель. Но это продукты питания, и об этом мало говорят. Я бы хотел Диму послушать. У него, я как-то, он нас приглашал на одно мероприятие интересное. Я получил такое удовольствие от всего вот этого, что я попробовал. Ну, а сейчас, Дим, расскажи немножко о себе. Благодарю вас за такое вступление, да, такое представление. Я в этом смысле стараюсь быть поскромнее, но тем не менее, благодарю. Я на самом деле травник. Я уже больше 30 лет занимаюсь взаимодействием человеческого организма с растительным миром. И вот изучаю его на базе того, что у меня получилось сделать. Выстраиваю какие-то продукты, о которых вот расскажу обязательно. И очень активно занимаюсь общественной деятельностью. Стараюсь, чтобы мои исследования были полезными не только с биологической, ботанической точки зрения. Ну, и, конечно, и доступны, и были понятны. И суть моих, вообще, моей деятельности, она заключается, находится на стыке традиций, на стыке образования и природообразия. Потому что я считаю, что первым и, наверное, и самым главным фактором, который делает нас счастливым, это здоровье. Тут вряд ли кто-то будет спорить, потому что если человек болен, то он больше ни о чем не думает, только о своем здоровье. Поэтому наша, наверное, первая задача, во-первых, взять на себя ответственность за свое здоровье. Потому что мы уже сейчас, ну, те, кто разумные, те, кто уже начинает задумываться об этом, начинает видеть и понимать, что в свою очередь, конечно, в первую очередь надо самому заботиться о своем здоровье, и это понимать, и образовываться в этом ключе, и учиться. Ну, а второе – это природообразие. Мы должны соответствовать природе, частью которой мы и являемся. И не только наше тело, но и наше сознание, и наша психика – это все часть природы. Вот в этом, в общем, вся моя деятельность, но она, конечно, разделяется на несколько проектов. И один проект, пожалуй, наверное, основной, и мой самый любимый – это вот компания «Русские травы». Я как травник создаю различные продукты на основе растительного сырья, который и сам выращиваю, в том числе, и у нас есть собственные плантации лекарственных трав. Конечно, без удобрений. Ну, конечно, в смысле, минеральные, химические, синтетические вы имеете в виду? Ну, конечно, нет. Конечно, никакой синтетики, ничего такого. То есть, это либо навоз, либо это прямо естественное природное выращивание. То есть, мы, например, вот кипрей, основные плантации которого у нас, и мы, пожалуй, единственные в мире, кто его выращивает самостоятельно. То есть, сегодня я больше никого не знаю, кто сажает сам и собирает посаженный, культивированный кипрей. Ну, то, что их сейчас называют иван-чаем. Кстати, это будет выглядеть немного, ну, звучать немного мистически, но я проводил специальные исследования достаточно долго, несколько лет. И могу твердо сказать, что этому растению не очень нравится, когда его называют иван-чаем. Почему? Ну, не знаю, не нравится. Как растение? Ну, вот чай из него и продукты становятся не такими эффективными и вкусными, когда его кличат иван-чаем. А вот его собственное имя, которое называется кипрей, кипрей узколистный, по-настоящему действительно древнее русское название этого растения, он очень любит, ему прям нравится. Да, мы проводили такие исследования, они, конечно, немножко мистические, но тем не менее, вот я это утверждаю, и это правда так. Так вот, занимаясь растительным миром и занимаясь растениями, мы активно создаем различные продукты. Вот, например, у меня здесь стоит несколько сортов, которые мы готовим из этого самого кипрея, которые сами и выращиваем. И что самое интересное, что из одного растения удается получить очень разные продукты. Есть, например, вот у меня там сорт кипрея княжеский, у меня они, сорта называются по сословиям, есть царский, княжеский, боярский, богатырский. Вот, и тот самый княжеский, например, особым образом собран, особым образом сферментирован, особым образом высушен. И в результате вот таких особых воздействий у него преобладает седативные свойства. То есть у тебя получается более затратное по титулу поднимается лучше? Да, да, пожалуй, что царский самый сложный, самый сложный, но зато он и самый сильный. То есть это прямо можно сказать, что это биологически активная добавка, но она не в виде, как сегодня привыкли, капсулированная в бутылочках, а это просто чай. Но при этом собирать его сложно, потому что под этот чай нужно собирать только две недели в году всего лишь. Почему? Потому что само растение нужно собрать в тот момент, когда оно уже взошло, и его масса достаточная для того, чтобы получить из него вкусный чай. Но при этом само растение не выпустило розетки с бутонами цветка. То есть как бы силы, ну проще говоря, силы не ушли в размножение. Они еще в листе. И это всего лишь две недели. А если в это время еще и полнолуние удалось заловить, то и эффект полнолуния, он вытягивает из корней достаточно большое количество... Первый треть полнолуния. Да, да, да. И вот этот момент как раз и называется у нас вот этим самым царским чаем. То есть его в сезоне собрать удается совсем немного, но зато это самый вкусный, самый крепкий и при этом самый воздействующий на организм. Полезный, да. Должен сказать, что основой вообще так моего занятия, в том числе и вопросами здоровья, потому что я так разнопланово занимаюсь в этом смысле, является то, что мое убеждение, что любое нездоровье фактически приходит только тогда, когда у человека есть, ну как я это называю, поражение сознания. Ну то есть у него есть либо какая-то иллюзия, либо какая-то ошибка в его поведении. Заблуждение. Заблуждение, конечно. И именно вопросами образования нужно воздействовать на человека, чтобы в конце концов он по-настоящему стал здоровым. Не то, что сегодня предлагается симптоматическое лечение, а именно глубинное восстановление здоровья, глубинное оздоровление, оно должно быть, начинаться с сознания человека. А это образование в первую очередь. Это то, чем вы занимаетесь, то, что делают мои проекты. И, как ни странно, производственная компания «Русские травы» первой своей миссией ставит вообще самой главной задачей, то есть вот есть французское слово «миссия» или английское «mission», по-русски звучит как «мишень». Мишень, ну то есть там, куда мы должны в конце концов попасть. Так вот, нашей мишенью является именно образовательный процесс. То есть мы с помощью этих чаечков потихонечку людей шаг за шагом приучаем к тому, чтобы они начинали разбираться в травах, начинали разбираться в том, как реагирует их организм на растительный мир, как можно воздействовать, как можно балансировать, ну и так далее. И вот помимо непосредственно самого кипрея у нас достаточно широкий спектр лекарственных растений, не только монотрав, но мы делаем и сборы, причем по советским ГОСТам. Есть у нас и собственные разработки того, как формировать сборы из трав. Еще мы очень сильно заботимся о том, чтобы природу сохранять, потому что так или иначе наши травы нужно собирать в тот момент, когда растения в самой силе. Когда оно цветет... Но оно после сбора не погибает. Оно после сбора не погибает, но биоциноз все-таки угнетается. А мы для того, чтобы биоциноз не угнетать в тех местах, где мы собираем, ну не только на своих плантациях, но и в дикоросах, потому что некоторые растения все-таки не удается вырастить самостоятельно для того, чтобы они по-настоящему были эффективными, поэтому, конечно, приходится собирать, во-первых, в тех местах, где не живет человек, в тех местах, где, и это очень категорично, не пасут скот, это очень важно для лекарственных растений, ну и еще целый ряд факторов, понятно, химические предприятия, дороги, чтобы это все было достаточно далеко. И мы в тех местах ставим пасеки, просто для того, чтобы биоциноз восстанавливать. Меня часто спрашивают, ты занимаешься медом? Я говорю, нет, я занимаюсь пчелами. Ну, конечно, да, то есть, а мед, который у нас тоже есть, это такой бонус, который мы получаем в результате того, что пчелки наши занимаются опылением растений. И в результате того, что мы начали активно входить и в эту деятельность тоже, начали, увидели, что там происходит в этой сфере, в этом цеху, в кавычках, поняли, что там тоже требуется методологический подход. Я сам по образованию методолог, ну, и у меня несколько образований, там есть психологическое образование, я изучал достаточно биологию, достаточно глубоко, но вот основой является, конечно, методология, по сути своей, наука о мышлении. И здесь она позволяет выстраивать схематичность в народном хозяйстве, ну, в любых рабочих проектах, в том числе и бизнесе. Рабочие цепочки, схемы, образы, видения, там, достаточно объемные труды, которые позволяют с научной точки зрения подходить к формированию тех или иных процессов. Не только процессов, но и процедур. Но это я уже в методологическую терминологию не буду глубоко углубляться. Так вот, пришлось в производстве меда тоже разобраться, как это происходит, понять, какие там есть сегодняшние ошибки, которые сохранились. И вот результатом таких вот исследований и таких разработок стал наш уникальный продукт, который называется живой мед. Вы тогда вот как раз, когда к нам на затвор приезжали, его как раз и попробовали. И идея его заключается в том, чтобы избавить непосредственно сам продукт, сам мед, избавить от губительных воздействий сегодняшнего прогресса и цивилизации. Мы когда готовим и продаем его на экспорт, он у нас так и называется, raw honey, нетронутый мед. То есть его идея как раз в том, чтобы мы минимально касались непосредственно самого продукта. Поскольку сегодня, к сожалению, в основном воздействие на сам продукт и на пчел достаточно сильное оказывается. Начиная от того, что все пчелы сегодня больны, и, к сожалению, приходится их, всем пчеловодам приходится их лечить. Но еще и плюс технологические цепочки таким образом выстроены, что там достаточно много различных химических препаратов используются. Нейротоксины используются, металл используется, ну и так далее. Искусственный воск, который саму суть меда убирает и сводит на нет. Потому что мед – это продукт ферментации. И тот нектар, который собрала пчела, она его заглотила к себе. Там мед, этот нектар, повзаимодействовал с ее микрофлорой внутри. И эта микрофлора начинает его, этот мед, ферментировать. Запускает так называемое энзимное окисление. И этот процесс происходит долго, длительное время. И чем он дольше, тем ценнее и как бы ферментирование меда. Можно сравнить, например, с хорошим выдержанным вином. Да, ну наши деды на самом деле так и говорили всегда, что качественный мед – это тот мед, который отлежал в сотах как минимум 3 года. То есть за 3 года он успевает сферментироваться. А если он еще дольше пролежал, то это еще качественнее. То есть сам сахар, фактически мед – это же сахар, фруктоза, сахароза. Чем он дольше подвергается воздействию вот этого энзимного окисления, тем меньше вреда приносят нам вот это вот сахара и сама глюкоза. Вот мы придумали такую историю с вот такие вот рамочки маленькие, открою, прям покажу. И в которые пчелка и носит прям непосредственно туда мед. Там же она строит свои соты. Вот такая вот история. То есть вот такую деревянную рамочку мы пчелкам подставляем. Там нет внутри ни искусственного воска, ничего. И она выстраивает структуру сотовую, приносит туда нектар, уже перемешанный со микробиотой своей, и закрывает все. То есть это практически готовит пчела сама? Да, это все пчела сама готовит. И многие говорят, ну послушайте, ведь мы мед в сотах ели с удовольствием и знаем, что это такое. Но я говорю, подождите, мед в сотах из больших вот этих рамок, которые обычно делают пчеловоды, там, во-первых, железная струна, я сейчас про железо отдельно расскажу. А во-вторых, там же каждый пчеловод, оптимизируя свою работу, подставляет туда уже готовую вощину, так называемую, которая сделана на заводе. И делается она несколько раз. То есть один и тот же материал используется несколько раз для того, чтобы убрать возможность заразить других пчел болезнями. У пчел много разных болезней, от вариатоза, гнильца и так далее. Много разных заболеваний может быть. Туда специально добавляется средство, которое убивает все, что только возможно. И вот в этой самой вощине из ненатурального воска, как правило, встречается антибиотик. Говорить о том, что мед будет после этого ферментироваться, ну, не приходится, понятное дело. Здесь же натуральный абсолютно воск. Ну, и вы на себе почувствовали, что это значит. Мне очень часто даже говорят, ну, ты с воском что-то намудрил. Очень вкусно и, самое главное, сытно. Да, мне говорят, часто ты с этим воском что-то намудрил там. Я, говорит, обычно я же знаю мед в сотах. Я, говорит, съем его, потом жую, жую, жую долго и такой кусок воска вот этого выплевываю. А у тебя здесь жуешь, а и все глотается, и воска-то нет. Говорит, а ты что-то нахимичил, химию какую-то используешь? Я говорю, нет, братцы, это вот это и есть настоящий пчелиный воск. Тот, который выделяет сама пчела из своей восковыделительной железы, которую она перерабатывает из растительного сырья, которое находит в природе. И вот в результате мы... И самое интересное, что глотать-то его полезно. Это же абсорбент, он, проходя через желудочно-кишечный тракт, он не усваивается, мы не сможем. И токсины забирает, да? Конечно, и токсины забирает, и шлаки выводит. Он увеличивается в несколько раз, его размеры, именно за счет того, что он асорбирует в себя. Я слышал и противопаразитарка? Ну, конечно, тут целый комплекс. И, ну, конечно, не стоит это такое вот явство расценивать как... Лечение, да? Ну, даже не то, что лечение от паразитов, нет, конечно, но как десерт даже не надо. Некоторые берут там и садятся, и рамочку большую там навернут, как следует. Но на самом деле это 2-3 ложечки с утра, после первого стакана теплой воды, вот когда проснулся, заряд, во-первых, углеводистый, который с утра еще более-менее полезен, во-вторых, непосредственно сам воск, как асорбент, который прочищает, и все, что у нас за ночь организм вылил, вот у нас уже очень часто же, во-первых, печень активно работает ночью, во-вторых, мы же чувствуем, как лимфатическая система нас освобождает, то есть на языке налет с утра появляется, за счет чего? Ночью проходят очистительные процессы. И вот этот воск, он с утречка все собирает и выводит ненужное. Съел 2-3 ложечки, положил, вот у меня даже специальная коробочка такая сделана, чтобы можно было, во-первых, использовать ее как тарелочку, если в походных условиях, но и при условии, если не за один раз, то закрыл, и все, она у тебя лежит. И вот на одного человека, такая маленькая, на несколько дней вполне этого достаточно, то нет необходимости садиться и баночку меда навернуть. Самое главное, он сытный. А самое главное, да, это по-настоящему действительно ферментированный продукт. Сытость его именно заключается в том, что длительное время ферментации, а все эти рамки у нас как минимум возрастом больше трех лет. То есть мы специально выдерживаем достаточно длительное время, ну, есть и коллекционные, прямо такие, там по 15 лет у нас там рамочки есть, но в среднем больше трех лет, специально, чтобы он как следует поферментировался. И любой ферментированный продукт, у него усваиваемость в разы выше. То есть организму, во-первых, нет необходимости затрат энергии, раз. Во-вторых, такое количество, большое количество ферментов выделять, два. В-третьих, кислот и так далее. То есть это прям естественный процесс, который, пищеварение, который надо еды немного, а энергии из нее много. В отличие от обычной еды, когда нужно много съесть, и мы не очень много оттуда впитываем, в том числе и нутриентов. Ну, это вот, что касается, есть у нас, конечно, и жидкий мед, но в основном он давленный, и мы стараемся, чтобы он не касался металла, потому что это с какой-то точки зрения, может быть, академической науки и немного ненаучно, но мы считаем, что мед – особый продукт. Он вообще, в принципе, в себя все впитывает. Но помимо химического воздействия, еще мед в себе несет резонансное воздействие. Достаточно долго на этот продукт воздействовала пчелка. То есть ему всегда надо держать в стекле? Да, желательно бы, чтобы он, конечно, был в стекле. И вот это вот воздействие, оно, он как бы заряжен этим воздействием. Он в себя впитывает, и у него такой определенного рода тонус. Если взять мед, обычную рамку, которая еще не касалась ни медогонки, там внутри нет струны, выдавить в какую-нибудь стеклянную посуду, он будет одной консистенцией. Если на него сверху положить ложку железную, то вокруг ложки тут же начинает формироваться совершенно другой ореол, другой консистенция. Он становится как будто более жидкий. То есть металл в себя, вот это вот воздействие резонансное пчелы на мед, оно в себя впитывает, как емкий очень материал металл. Так выходит, нужно мед кушать? Выходит, выходит деревянный. Выходит деревянный. Предки наши знали, как себя вести в этом смысле. Да, и деревянная, конечно, ложка. Наверное, да. Ну, конечно, нет. Нет, у нас здесь в этом смысле все предусмотрено. И здесь вот лежит специально не ложечка, а шпатель такой специальный. То есть он уже разработан, тут как стамесочка отрезана. Поэтому здесь, конечно, это в этом смысле все продумано. И здесь надо следить за тем, чтобы стараться, как можно меньше воздействия металла оказывалось. Поэтому хранить, конечно, в стекле. И вот этот давленый мед, это именно то, что не касалось медогонки. То есть это необычный, необычный в этом смысле продукт. Ну, а первой основной задачей в оздоровлении – это, конечно, образовательный процесс. Потому что человек, потребляя такого рода продукты, начинает знакомиться непосредственно с этими смыслами. И начинает понимать, и уже вокруг по-другому видит, как устроено все. И уже понимает, что ему выбрать, от чего отказаться. И это происходит очень постепенно, естественно. Но образовательный процесс происходит так или иначе. Ну, впрочем, как и у вас. Потому что я-то с вами заочно знаком уже очень много лет. У меня есть такая программа, пост называется, полное очищение сознания тела. Эта программа как раз позволяет людям восстановить свое здоровье, укреплять его. И самое главное – управлять им. И когда я ее разрабатывал, это было давно, уже несколько лет назад, я понимал, что основной и главной задачей выздоровления является работа с животом. И я познакомился в этом смысле с йогическими практиками, что об этом говорят йоги. Я познакомился с практиками даосов. Я познакомился с практиками китайскими в китайской медицине. Что можно встроить в программу, чтобы давать каждому человеку ежедневно для того, чтобы восстанавливать свое здоровье и укреплять потом впоследствии. Так вот, в моей программе «Пост» ссылка на ваше видео. Что нужно делать с животом? Ну, потому что эффективнее. Нет, ну, правда. Эффективнее, собраннее, четче, понятнее, прозрачнее. И вот для русского человека проще, доступнее. Для поддержания здоровья, конечно, это висцеральный массаж, то, что вы даете именно по вашей схеме. То есть, действительно, опыт показывает, что вот эта очередность, вот эта последовательность, она самая эффективная. И с точки зрения выпуска желчи, и с точки зрения воздействия на поджелудочную железу, на мочеточники, как работает тонкий кишечник, и как каждому человеку важно чувствовать и знать своими же пальцами, разговаривать со своими внутренними органами. Сейчас вот рассказываешь, а я думаю, у меня скоро экзамены, и чтобы каждый из них рассказал, что дает вот эта висцеральная практика своими словами. И тогда можно понимать, он освоил технологию, темы, не освоил. Взял, не взял урок. Да, взял, не взял. И зачастую вот ребята, которые у меня уже несколько тысяч человек прошло через мою программу, ну, там огромное количество отзывов, все восхищенные, и каждый, ну, наверное, второй говорит, а я хочу подробнее познакомиться. Я говорю, да хочу знакомиться, идите вон к Агулову, все там, и узнаете, и сами узнаете, как с этим более тонко и правильно работать, и глубоко погрузитесь, и больше того, и своим близким поможете. Это, ну, это важнейшее, что нужно знать для того, чтобы человек был здоров. Но в первую очередь, конечно, нужно взять ответственность на себя. То есть это когда человек начинает понимать, что своим здоровьем я занимаюсь сам, и больше никто мне по-настоящему не поможет. Потому что к какому бы врачу человек не пришел, он все равно, врач ему, за него не будет готовить еду, не будет вовремя есть, не будет вовремя просыпаться, не будет приседать и отжиматься. И врач никогда не узнает настоящее состояние человека, только он сам это знает. Поэтому есть такие вещи, которые придется в этой жизни делать самому. Отдать себе в этом отчет, ну, и немножко часть своей жизни все-таки посвятить тому, чтобы заниматься, там, своей семьей, своим физическим состоянием, своим психическим состоянием, ну, и делом своим, конечно. Да. Ну, а вот с точки зрения дела, например, у нас, я сам по роду казак, деды мои казаки, и мы сейчас активно проводим эти казачьи практики, вот на которых вы как раз и приезжали. В принципе-то я немножко был удивлен. Я же мастер спорта. Мне казалось, что я уже все знаю про физкультуру, я уже все знаю про отжимания, подтягивания. А тут видел некоторые элементы, которые в спорте пригодились бы. Да. Вообще казачья наука, мы так это называем, казачья наука, она эффективна в очень многих частях, я скажу, народного хозяйства, и с точки зрения оздоровления, и с точки зрения самосовершенствования. Там даже танцы казачьи очень интересны. Я вижу в этих танцах, это подготовка к бою. Да. Там некоторые такие вот движения связаны, как бы человек танцует, но если саблю ставить ему в руку, то это элементы защиты. Да, ну это, если посмотреть на казачью шашку, то там вы обратите внимание, что у нее нет гарды. Это очень важный, методологический, осознанный подход к боевому столкновению. Нет защиты. Это на самом деле все нападение. Даже защита организована так, что если нужно защититься, то это всегда нападение. То есть это начало нападения, поэтому даже на шашке нету гарды. То есть мы не защищаемся руку, потому что все движение построено по восьмерке. Ну, максимальная эффективность. Ну и неспроста у всех высших чинов в охране раньше, царская семья, все были казаки. Неспроста. Неспроста казаки. Вообще, если вы помните, мы считаем, что и вы тоже казак. Вы тоже казакуете. Да-да, это на самом деле даже не сколько национальности, вот сейчас говорят, или какая-то родовая история. Нет, это просто образ жизни. Это образ жизни, который позволяет человеку влиять на этот мир с точки зрения своего собственного культурного кода. Кто такие казаки? Мы вообще считаем, что казачество – это способ выживания русского народа. Обратите внимание, если появлялась какая-то проблема, казаки первыми уходили ей навстречу. Они всегда жили на границах. Сегодня границы другие, сегодня границы у нас в телефоне. Здесь информационные границы. И мы, например, здесь защищаем наши культурные коды, наше культурное наследие. Стараемся это все, ну, понятно, сбалансировать, чтобы это было современно, чтобы это было понятно. Но при этом мы сохраняли то, что нам веками, поколениями вырабатывали в рамках своей жизни, вырабатывали наши деды, отцы. И вот это вот все на наших заставах, ну, вот на одной из которых и вы были тоже. Мы тоже стараемся передавать это мужчинам, создавать мужские сообщества, где люди не только своим здоровьем занимаются, не только своим самосовершенствованием, но и свой бизнес выстраивают. И стараются разобраться в семейных делах. О семейном ладе у нас очень много. То есть мы сохраняем традиционные ценности семейные, потому что, вы сейчас, сами понимаете, достаточно актуальная эта история, к сожалению. Экраны телевизоров. Экраны телевизоров и так далее. Но у нас получается, и вы абсолютно точно заметили, что эта эффективность подготовки казаков, она возникает именно из игры. То есть это не просто спортивное, вот надо что-то там отжиматься. Нет, это игра. Если уж давайте поотжимаемся, то мы вдвоем и друг друга за руки цеплять, кто кого. Вот отжимание будет в 10 раз больше ты отжимаешься, ровно потому, что ты не просто скучно отжимаешься, а здесь такой элемент соревнования, игра, цикличность. То есть это такая живая история. И детей нам намного проще так обучать и воспитывать, когда это все в игре происходит. То есть это самая эффективная, пожалуй, образовательная технология с помощью того, что мы называем, например, телесной метафорой. Если нужно что-то в голову человеку дать, чтобы он понял, то проще всего это показать через тело. И вот телесная метафора очень хорошо садится и на сознание, и на психику. Если есть, например, сложности с психическим состоянием, депрессия или, наоборот, излишняя подвижность у детей, то проще всего с этим работать через тело. И вот телесная метафора позволяет как раз в том числе и воспитательные процессы налаживать, и образовательные. И самое интересное, что и вы эту технологию используете. Я же говорю, вы тоже казакуете. Вы тоже казакуете, да. Тут вы тоже на границе, на самой, что ни на есть границе, которая помогает нашему народу, нашим людям быть здоровее, быть осознаннее. И быть такими, которые, люди, которые выстраивают свою жизнь по-своему в своих культурных ценностях. Вот что важно. Ну и, конечно, любые наши движения с вами, они поддерживаются со стороны людей. И это, ну вот, у вас какой поток идет людей. Да, через меня тоже тысячи людей проходят через нашу команду. И с точки зрения поста образовательной этой программы, которая, она образовательно-практическая, которая помогает восстанавливать здоровье комплексно, то есть со всех сторон. И с точки зрения, там, употребления трав, и с точки зрения физической активности. И что немаловажно, наверное, основополагающим контекстом в оздоровлении является природообразие. То есть если человек соответствует циклам природы, например, то у него, как правило, со здоровьем все хорошо. Если он их нарушает, то есть спит не вовремя, ест не вовремя, физические активности у него там ночью, ночные танцы, а не дневная физическая работа в поле, да, например, то, конечно, со здоровьем все не очень хорошо. И природообразие – это, пожалуй, первый фактор после баланса. Надо соблюдать всегда баланс. И баланс, именно баланс позволяет выстраивать человеку свою историю. Яд от лекарства отличается дозой. Да, да, вот об этом и речь. Поддержание гомеостаза везде. Ну, если в двух словах о себе. Хотя, конечно, я об этом могу рассказывать сутками, потому что, ну, особенно про травы. То, что я так в первую очередь и представляю, что я, конечно, травник. Потому что это самое интересное, что мне сейчас. Ну, и общественная жизнь, тоже активно веду ее. И это все приводит вот к интересным таким продуктам. То, что мы называем нашей казачьей заставой. Мужской круг заставы, он так и называется. Это вот пост. Еще у нас есть несколько проектов, которые помогают людям выстраивать свое управление. Управление сами собой, своим бизнесом. По-русски это называем дело управления. Такой у нас есть проект «Дело управитель». Где мы рассказываем о том, что сегодня всех обучают управлять своим делом и собой. Но на самом деле это не управление, а администрирование. Уже внесенные правила есть. А ты уж будь добр, в рамках этих правил действуй. Но это же не управление. Это просто администрирование. Поэтому у нас везде администрации. А настоящее управление – это когда ты можешь и правила поменять под свою задачу. И цель тебе не настаивает никто, а ты сам ее себе выстраиваешь, эту цель. То есть выстроен процесс внутри каждого человека, который называется «целеполагание». Человек понимает, какие у него впереди цели. И как он может выстраивать себя их. Вот если в двух словах. У нас намечается командировка в Санкт-Петербург. И в этой командировке я там провожу такие семинары. Ну, и я слышал, что мы там с вами тоже встречаемся. Да. И я приглашаю тоже наших слушателей на эту встречу. Потому что она будет, я думаю, интересная. С позиции можно задать вопросы по разным темам. Поэтому, друзья мои, это у нас будет где-то, наверное, в конце июня месяца. В конце июня, да? Да, это... В Петербурге ждем вас. В Петербурге. Да, я сам, моя семья, я сам проживаю в Петербурге. И мы вас ждем в гости, покажем вам Питер настоящий изнутри. Это будет интересно. Да, ну и больше того, я бы зрителям хотел сказать, что всю эту продукцию вы всегда можете найти в Агголов-центре, во-первых. Во-вторых, всегда вам рекомендую просто, если вопросы образования и вопросы восстановления собственного здоровья, то начинать с самого себя, а это значит учиться тому, как вы устроены, а где учиться, если не в Аголов-центре. Поэтому будьте здоровы. Тогда до встречи. Да, до новых встреч. Благодарю вас. Спасибо, друзья, за внимание. Надеюсь, мы с вами увидимся. Да, будьте здоровы и пусть природа будет вам в помощь.